На вооружении Вооружённых Сил Украины стоят новейшие британские переносные зенитные ракетные комплексы Матлит. С начала 2023 года Россия изменила тактику массированных ударов по Украине, сместив акцент с крылатых и баллистических ракет на брожирующие боеприпасы, дроны Камикадзе, которые каждую ночь десятками направляются на города Украины. По официальной информации, к отражению нападения привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация воздушных сил и мобильные огневые группы. Плюс все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнёрами. С весны прошлого года Великобритания поставляет Украине переносные противоракетные зенитные комплексы Матлит, разработанные именно для уничтожения маломерных низколетающих целей, таких как вражеские беспилотники. Украина находится в процессе создания многоэшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, требующей зенитных комплексов разного направления, большой, средней и малой дальности, а также переносных комплексов ближнего действия. После того, как Россия начала совершать массированные атаки на города Украины полученными от Ирана ударными беспилотниками Шахет-131 и Шахет-136, особенно острая необходимость возникла в системах противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Иранские дроны-камикадзе, которые россияне ребренднули под Герань-1 и Герань-2, из-за своих характеристик часто проскакивают мимо радаров ПВО, поэтому их уничтожение происходит преимущественно по визуальной наводке. В этом контексте хорошо зарекомендовали себя мобильные группы, вооруженные легким зенитным оружием, задачей которых является визуальное обнаружение и уничтожение вражеских беспилотников. И хотя фото или видео подтверждений этой информации пока нет, вряд ли обходится без оборудованных тепловизорами легких британских ПЗРК Матлит. Матлит в переводе с английского «ласточка» или «стриж». Это легкая многоцелевая управляемая ракета, Lightweight Maltrow Missile LMM, созданная для нужд военных Великобритании компанией Taylor's Air Defense. Это относительно новая разработка. Первые ракеты сошли с конвейера только в 2013 году. Ракета разрабатывалась для использования в разных режимах, включая морской, воздушный и сухопутный. Морской режим предполагает уничтожение малых надводных судов противника пуском ракет с морской авиацией или плавучих платформ, кораблей, катеров, барж. Воздушный режим предполагает уничтожение вражеских воздушных целей пуском ракет посредством боевой авиации. Сухопутный режим подразумевает использование ракеты против широкого круга наземных целей, включая легкую и среднюю броню, БМП, БТР, самоходная и буксировочная артиллерия. Отдельным направлением развития ракет Матлит стало использование их в качестве зенитного оружия. Такое применение было успешно опробовано в июле 2019 года по катеру и против беспилотников мишеней Мэджит Баншея. Именно версия ПЗР-ка начала поступать в Украину. Интересно, что в версии ПЗР-ка ракета Матлит может использоваться как с плеча. При длине 1,3 метра и диаметре в 76 мм ракета Матлит весит всего 13 кг, из которых 3 кг кумулятивно-осколочная боевая часть, которая на подлёте к цели подрывается неконтактным лазерным взрывателем. Ракета может храниться в контейнере в течение 15 лет без технического обслуживания. Дальность полёта ракеты, по разным данным, от 6 до 8 км. Двухступенчатый твёрдо-тоопливный двигатель обеспечивает относительно небольшую скорость 1,5 маха 510 метров в секунду, что вдвое медленнее уже упомянутого Старстрик. Но уменьшение скорости, по словам военных, несколько упрощает процесс управления и наведения ракеты. При этом у ракеты мягкий старт, маршевый двигатель начинает работу на расстоянии более 10 метров от оператора. ЛММ Матлит сверху вниз. Транспортный контейнер, пусковой контейнер, ракета. Одной из особенностей ракет ЛММ Матлит является использование двухканальной системы наведения. Лазерный лучевой на марше и инфракрасный на конечной области наведения. Полёт ракеты по лучу обеспечивает устойчивость к оптико-электронному подавлению и позволяет полностью игнорировать тепловые ловушки. Правда, оператор вынужден удерживать цель в объективе прицела, вплоть до её уничтожения. Среди дополнительных бонусов Матлит можно отметить наличие тепловизора на пусковой установке, что значительно упрощает поиск воздушных целей. Транспортно-пусковая часть ракеты Матлит при этом отличается от Star Stree к меньшим диаметрам задней части. Относительно небольшая скорость ракеты Матлит делает более комфортной и эффективной её наводку оператором ПЗР-ка с полуавтоматической лазерной лучевой системой наведения. Управляемая ракета находится в герметичном тубусе, находящемся в транспортном контейнере. Тубус имеет контроль влажности, который должен быть синего цвета. После распаковки следует проверить ракету на наличие механических повреждений. Затем нужно нажать на специальное устройство для вывода лишнего воздуха и держать 6 секунд, что позволит снизить отдачу. Прицельное устройство идёт отдельно от ракеты в специальном контейнере, защищающем от механических повреждений. Устройство имеет механизмы управления ракетой, средства поправки на ветер, оптические средства. С обратной стороны устройство имеет лазер наведения и индикаторы влажности. После распаковки ракеты и прицельного устройства необходимо присоединить прицельное устройство к самой ракете через заднюю часть. Следующей частью комплекса является многоразовый источник питания, подсоединяемый к прицельному устройству. Далее оператор должен включить систему и сопровождать цель 3 секунды, чтобы лазер запомнил траекторию движения воздушной цели. После включения системы у оператора имеется 12 секунд для запуска. Пуск ракеты осуществляется спусковым механизмом, закрывающимся защитной крышкой. Ракета управляется самим оператором с помощью джойстика. Для удачного поражения оператор обязан держать прицел на центре цели. Продолжение следует... Продолжение следует...